К нам присоединяется Анна Уколова, пресс-секретарь Цахала, майор запасом. Анна, доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот мы услышали и от международных партнеров, которые поддерживают Израиль, о том, что они надеются, что перемирие будет продлено, и вообще это будет первым шагом к длинному перемирию и, наконец-то, окончании боевых действий. Насколько возможно сохранить перемирие, по вашему мнению? Я могу вам сказать так, что цели, которые все еще стоят перед армией, они не достигнуты. У нас было две цели с началом этой войны. Это разрушение Хамаса, возвращение всех заложников. Заложники еще не вернулись. То есть Хамас каждый день играется, тянет время. Они даже... Вчера было грубое очень нарушение режима прекращения огня. Были обстрелы солдат ЦААЛа на северной части Севера Газы. И было несколько взрывных устройств, которые сдетонировали прямо непосредственно возле наших солдат. Но в любом случае, как бы, такие решения принимаются на правительственном уровне. Все, что решит наше правительство, так мы и поступим. Но, конечно же, возвращение заложников остается в приоритете. Сегодня шестой день. Мы ожидаем дополнительного освобождения наших заложников. Все с нетерпением, конечно же. Это очень большая радость, которая перемешана с грустью и тревогой, потому что еще очень много человек остается у Хамаса. Но, как бы, мы на данный момент выдерживаем режим прекращения огня. С чего, опять же, не могу сказать про Хамаса, потому что они уже два раза грубо этот режим нарушили. Но, опять же, учитывая то, что возвращение заложников в нашем приоритете, то армия, пока армия выдерживает этот режим, и мы надеемся, что максимально большое количество заложников вернется домой к своим семьям. То есть, я правильно понимаю, две цели таки остаются. Полное освобождение заложников и полное уничтожение Хамаса. А цели у Хамаса изменились? Возможно, новые требования какие-то выдвигают? Я думаю, что у Хамаса была всегда одна основная цель. Это уничтожение Израиля, уничтожение евреев. И я очень сомневаюсь, что у них что-то изменилось, учитывая то, как они себя ведут сейчас, как бы даже в эту паузу, которая сейчас противная пауза, которая ведется на территории сектора Газа. Опять же, мы абсолютно не были удивлены тем, что они нарушили режим прекращения огня. И я, опять же, я не могу, конечно, залезть в голову тем, кто Хамасом управляет, их лидерам. Но я очень сомневаюсь, что что-то... В их головах очень сомневаюсь, что что-то изменилось. Но, опять же, мы готовы к продолжению войны. Мы ждем возвращения заложников, и цели наши остаются прежними. Анна, ну, может быть, цинично в вопросе об освобождении заложников говорить о цифрах, но, тем не менее, исправьте меня, если я ошибаюсь. То есть, 10 заложников – это еще один день продления перемирия. И Израиль готов, ну, чуть ли не три к одному, я имею в виду, палестинских заключенных или хамасовцев отдавать за одного израильтянина. Но вот насколько готов Израиль к этим, ну, несимметричным мерам, чтобы освободить всех своих граждан? В принципе, мы уже 5 дней соблюдаемые условия этого договора. В любом случае, это больше вопрос к политическому управлению Израиля, которые, в принципе, ведут переговоры посредством... С помощью посредников, да, как бы армия в итоге получает только указания, как себя вести и что делать, и готовится к следующему этапу. Но, опять же, наши люди, как бы, нужно очень... Нужно понимать, что в плену хамаса маленькие дети, да, то есть там все еще есть ребенок, кфир, которому 10 месяцев, его все еще не освободили. Один из самых маленьких заключенных. То есть, да, освободить, продержать паузу и освободить заключенных-серрористов, которые, в принципе, были изначально с целью, как бы, убивать израильтян, на то, чтобы освободить этого маленького ребенка. И я предполагаю, что, да, наше правительство на это пойдет. Но, опять же, как бы, мы понимаем, с кем мы имеем дело, и не факт, что хамас, как бы, будет дальше соблюдать условия, учитывая то, что они уже нарушали неоднократный режим прекращения огня. Анна, на сегодняшний день, как вы видите, если остается ли вероятность того, что хамас умышленно будет, ну, скажем так, затягивать передачу заложников под разными предлогами, как уже это было, были попытки, да, не вовремя, скажем так, отдавали заложников, на что-то там сетовали. Вот, и все это будет делаться для того, чтобы продлить это перемирие, чтобы в том числе восстанавливать свои силы. И вообще это сейчас возможно с их стороны, за счет чего они смогут восстанавливать свои военные силы в том числе. Значит, я думаю, что это больше для того, чтобы протянуть эту паузу. Понятно, что восстановить все запасы оружия за четыре дня они не смогут. Они все-таки копили 20 лет, и очень большой удар мы нанесли, очень много оружия конфисковали, ликвидировали на территории северной части Газы. Понятно, что у них еще что-то осталось. То есть, да, они, может быть, теперь немножко поменяют саму структуру боевиков, потому как было ликвидировано очень много командиров. Я думаю, что они больше будут пытаться тянуть эту паузу с точки зрения психологического давления, потому как они знают, насколько в Израиле это трогательно, и насколько мы переживаем по поводу всех тех людей, которые находятся в плену, и насколько нам важно их освободить. То есть мне кажется, что больше здесь будут играть роли психологического давления для того, чтобы попытаться прийти к полному прекращению огня. Но, в принципе, наше правительство и мы настроены на то, чтобы войну продолжать, потому как мы не можем позволить вернуться к ситуации, когда Хамас может нанести такой же удар, как мы не нанесли нам 7 октября. Анна, ну вот в продолжение темы, которую затронула моя коллега Наталья, Хамас для того, чтобы затягивать время, понятно, мы уже говорили об этом для чего, упирает на то, что заложников приходится искать. То есть говорят о том представители Хамаса, что они находятся в руках разных группировок, типа палестинский джихад. Это просто манипуляция, это блеф со стороны Хамаса, как вы считаете? Или же на самом деле действует несколько разрозренных группировок на территории сектора газа, которые удерживают заложников, и между ними вот настолько плохая коммуникация? И верифицированы ли все заложники, все ли они живы? Это подтверждено, это дополнение? Ну, я сейчас не хочу входить в ту историю, в те данные, которые имеются у нашей разведки. Опять же, в том числе, и чтобы с эстетической точки зрения, потому что мы не хотим, чтобы семьи узнавали какую-то новость через СМИ. Я могу сказать так, как бы Хамас является уже 15 лет основным руководителем в секторе газа, и политическим, и военным. То, что там происходит, да, там есть еще несколько организаций, но если Хамас не может с ними договориться, то о каких договорах может быть через посредник и с Израилем? То есть все, что происходит на территории сектора газа, оно подконтрольно Хамасу. Поэтому все заложники, вне зависимости от того, что они говорят и как они рассказывают, что они могут находиться у других группировок, в любом случае, как бы то, что произошло 7 октября, это абсолютно, это директива Хамаса, это указ Хамаса, и это было произведено Хамасом. То, что там принимали участие дополнительные группировки, и то, что дополнительные группировки, может быть, прячут у себя наших заложников, то в любом случае не снимает Хамас никакой ответственности. Субтитры создавал DimaTorzok